Мы не доверяем Единой России. Сотни пенсионеров Оренбурга митингуют под стенами областного правительства, требуя его отставки во главе с губернатором. Картина для нынешней российской действительности нетипичная. Почему Единая Россия настолько самоуверенная? Вообще не считают за людей. То есть они в любом случае чувствуют, что их выберут. Воруют на расширение бизнеса губернатора и правительства. Старики говорят, правительство области запустило руку в их скромные кошельки. В регионе ввели новую систему выплат компенсаций за коммунальные платежи. Раньше они получали деньги на оплату квитков раз в месяц авансом. Сумма у каждого своя в зависимости от стажа, возраста и состава семьи, но фиксированная. Чиновники решили, теперь бюджет будет платить старикам не заранее, а уже после оплаты квитанции. По факту. Сумму, рассчитанную невзирая на заслуги, а по показаниям счетчиков. Так говорят старики, у них украли полмесяца их и без того небогатой жизни. На тысячу рублей я где-то с полмесяца могу прожить. На питание я один живу, мне вполне хватит. Было 1090. Сейчас ничего нет. Три месяца. Я проработала 38 лет. Я заработала это. Почему с меня сняли? Они давали нам. Нет, они нас не обеспечили. Почему они отнимают наш хлеб? Тем более в то время, когда все очень дорого. Не в сумме дело, а то, что унизили, оскорбили и расстатали нашу честь. Вот это самое главное. Эта женщина Диана Яковлевна Кашнякина, например, бывший начальник пионерского лагеря. Трудовой стаж 40 лет. Или вот, Чуркова Галина Витальевна, дважды ветеран труда. И тоже считает копейки. Даже при таких заслугах у многих платежи за коммуналку – это почти половина пенсии. Когда я был в соцзащите, они сказали, да, действительно, это справедливо. Так, потому что у нас в бюджете не хватает денег. Поэтому мы пошли и грабить пенсионеров. Все. Вот это вы. Это беспредел полностью. Депутаты оппозиционеры уверяют, таким образом правительство решило латать финансовые бреши в бюджете. Мол, 408 миллионов, что были отложены на соцвыплаты, перевели в резерв Министерства финансов. И теперь эти деньги перекидывают туда не совсем тонко. Губернатор ничего не принимает с точки зрения налогооблагаемой базы, с точки зрения, значит, помочь, скажем там, людям за счет изъятия льгот у крупных предприятий. Они находят вот здесь. Старики простояли под окнами чиновников несколько часов, но из правительства к ним никто не вышел. Максимум здешнего министра соцзащиты – это еще раз объяснить старикам новые правила выплат через СМИ. Нет, ходить к ней не надо. Звоните. Ваш звонок очень важен и так далее. Закон не изменят. Мы в прямом эфире и через СМИ, и памятки раздаем, и горячие линии открыли по всей области. И приглашаем, вот я 9-го числа работала в ГАИ, мы приглашаем наоборот, что не ходите, лучше дозвонитесь. Понятно, линия занята, много звонят. Ну, позвоните через час позже, в конце рабочего дня позвоните. Вам все равно откроют компьютер, развернут ваш весь лицевой счет, проверят. Пенсионеры говорят, в разъяснительной работе они не нуждаются. И так все поняли. А вот правительство накануне выборов в Госдуму и областной парламент не мешает задуматься. Я бы хотел процитировать президента, который сказал в трибуны ООН, вы хоть понимаете, что вы сейчас натворили, я думаю, они не поняли и не поймут. Они думают, что не все отняли еще. Бессовестны. Екатерина Пономарева, Настоящего Времени.